Восторженные зрители вряд ли догадываются, что перед ними автор кандидатской диссертации. Это телепроект «Человек в городе». Знакомьтесь, знаменитый Алекс, он же Алексей Чернышов. В последние годы в России становится все популярнее новый вид физической активности. Называют его по-разному. Шестовая акробатика, танец на пилоне и даже воздушно-спортивный эквилибр на полированной мачте. Из спорта, наверное, здесь все. От функциональной подготовки, от силовой подготовки, от физической подготовки, от выносливости. Но почему-то все как один связывают гимнастику в вертикальной плоскости с чистой водой с облазнением. Ну что ж, попробуйте грациозно парить под потолком, не будучи настоящим спортсменом. Думал так же, как все. Я, когда первый раз пришел в танцевальный коллектив, я думал, ну как обычно, что... Ну давайте будем реалистами какой-то, да? Разврат, наверное, все курят, наверное, все пьют, там матом ругаются, да? Ну такой у нас жизненный стереотип. Там еще какими-то вещами занимаются. Нет, я пришел, я увидел, что в этом коллективе никто не курит. Все соблюдают режим, все ходят в тренажерный зал, все занимаются своим телом. Более того, все духовно, ну, стараются как-то не отставать. Наш герой сам для успокоения души когда-то даже консультировался с батюшкой. Может, и правда все это чересчур. Но для сравнения, три минуты работы на пилу не соизмеримы с таким же количеством километров бега трусцой. Так чем же не спорт? Ну, стоит отметить, что даже спортсмены, приходящие из спортивной гимнастики, не сразу делают все то, что делает полдэнсер. А на турнике полдэнсер делает практически все, что может делать гимнаст. Между прочим, в нашей стране успешно работают такие учреждения, как Межрегиональная общественная организация танца и Российская федерация спорта на пилоне, а также Федерация шествого акробатики России. И сколько бы ни зарекались рязанские полдэнсеры не проводить соревнований, ничего у них не получается. Все-таки проведение таких вот мероприятий, как чемпионат или фестивали по полдэнсу, они очень красочные, они очень красивые, они очень смотрибельные. И отказываться от этого нет. Это постоянная динамика. Здесь нет никакой статики, здесь никто не стоит на месте. Здесь такое движение, причем движение настолько индивидуальное, сольное, что не бывает двух однаковых выступлений. Интерес к полдэнс понятен. При всей провокативности этот вид спорта очень красив и имеет массу плюсов. И сильно ошибается тот, кто уверен, что кроме груды мышц, Алексу похвастаться нечем. За его широкими плечами ни один красный диплом. Я вам больше скажу, я в 2015 году, то есть в этом году, был членом аттестационной комиссии по приему дипломных работ в политехническом институте. Так что вовсе не об безделе этот симпатичный гимнаст полез на шест. Вот так вот, полдэнс уже не интереса, давайте про диссертацию. Вот тема диссертации использования полимерных материалов в погруженном насосе типа ЭЦВ, разных категорий, 6, 10 и так далее. Я не могу, чтобы мой мозг постоянно не думал, не развивался. Учаясь на платном отделении, я начал этим зарабатывать, чтобы платить за свою учебу. И это хобби переросло, но учебу я при этом не мог бросить, потому что, ну, люблю я это дело. Была на одном из выступлений и мама. Появилась инкогнито, впечатлениями не делилась. Привыкла доверять сыну всегда и во всем. Такая моя жизнь, что с 8 класса, наверное, я вообще был не подконтрольный родителем. И заканчивал 9 класс, я даже дневник никогда не показывал. Всегда был хорошистом, потом отличником. Это вопрос доверия. Да, абсолютно. Они мне полностью доверяют. Они мне и сейчас доверяют. Сейчас даже больше, наверное, у меня больше спрашивают совет, как поступить. Когда-то ему хватило всего одного элемента для старта. С тех пор, как бы не ломило суставы и не сбивалось дыхание, остановиться невозможно. Только к выбору пилонов стал подходить серьезнее. Ладно, у нас тут 3 метра пилона. Есть пилоны 6 метров, 7 метров. И вот с той 6 метров, у меня был такой случай один раз в одном клубе. Пилон 6 метров и плюс цены полтора. И вот с этих 7,5 метров вниз, вот это страшно. Глядя на румянец Алексея, становится даже неудобно за саму мысль, будто нету полденсеров ни стыда, ни совести. А уж сколько натерпелись они от диджеев, готовых не моргнув глазом поменять оперу страдальца на рамштайн. Я не часто использую, даже больше никогда не использую. А вот мой партнер, коллега, сэр Ричард, позволяет себе, по-русски, не по-русски, да, стебаться надо мной, когда в танце просто останавливается, а я танцую. И он показывает всем, парень, что ты делаешь? И все смеются, и я не понимаю, что как мне реагировать, да, мне стыдно, я начинаю краснеть. По-человечески объясняешь, что так делать не надо больше. Это очень, это, но потом вспоминаешь с улыбкой. А ведь Алексей мог стать знаменитым в другом виде спорта. Совсем не пилон сделал его руки такими сильными. Четыре раза выиграл чемпионат Рязанской области по бодибилдингу, стал абсолютным чемпионом по бодибилдингу среди юношей и юниоров нашего региона. Ну и в Воронеже выступал второе место на открытом чемпионате города Воронежа по бодибилдингу. Амбиции, амбиции, амбиции. Я теперь жалею, что имел эти амбиции. Амбиции подсказали мне, что надо бросать. Ну, обиделся фанально. Все очень просто. Но сейчас уже и время не то, чтобы возвращаться в тот вид спорта, поэтому и бросил. Но если бы не бодибилдинг, я думаю, что и здесь бы меня не было. В пилонном сообществе родилась байка, что если у женщин флажком все заканчивается, то у мужчин с него начинается. Утверждение неверное ни в том, ни в другом случае. Но отражает некий взгляд сообщества на мужской пол-дэнс. Столкновение двух интересов. Мужского пола и женского пола. И как бы мужчины по-другому подходят к самой формировке своих тренировок. В принципе, к тренировкам. И принимать тренировки с девочками очень тяжело. Они болтушки в ряде своем. Да, им нужно постоять, поговорить. Их нужно двигать куда-то. Они стесняются подойти, спросить. Они думают, что тренер на них внимания не обращает. У ребят все гораздо проще. Эй, парнишка, как это делать? Покажи мне это. И все. И все. Занялся конкретным делом. И оказывается, чем сильнее мышцы, тем труднее найти им применение на пилоне. Мне мешает, по крайней мере. Да, действительно, я имею ряд трудностей. То есть развивается очень хорошо плечевой пояс. Но у меня плечевой пояс вместе с руками развивается. Ввиду того, что руки начинают расти, то есть и гибкость пропадает очень сильно. А ряд элементов – это действительно элементы на гибкости, где нужно максимально раскрывать плечевой пояс. Положа руку на сердце, мужчин в этом виде спорта привлекают горящие глаза зрительниц. И Алекс не стал исключением. Но его спутница скандалов по этому поводу не устраивает. Сама разучивает новые элементы на пилоне и знает, какой это труд. Все равно первый выход был страшный. Очень, очень страшный, очень волнительный был. Слава Богу, этот выход был, ну, три у нас было. То есть ни на одного меня все внимание. А вот сейчас смотришь, когда приходит новый человек в коллектив, сейчас все по-другому, абстрагировано все. Сейчас нужно начинать именно с индивидуального выхода, с сольного выхода. Кто-то говорит, что вот тот запал, с которого начинались первые соревнования, он постепенно проходит. И что скоро это направление уйдет, ну, пойдет на спад. Я же вижу обратную тенденцию. Может и правда, там на пилоне время течет иначе, если в свои 26 он рассуждает о новом, смелом и активном поколении полдэнсеров. Для всех это хобби. Это, правильно вы сказали, это и из архитектурных агентств у меня есть девочки знакомые, и юристы, и повара, и парикмахеры есть, да. Ну, большинство людей это, наверное, все-таки студенты. Если быть точнее, студентки. Как серьезный и умный человек, он честно пытался сменить труд деятельности, приблизить свою жизнь к среднестатистическим шаблонам. Хотя бы в плане рабочего графика. Я читал, мне не понравилось. Вот, здесь тоже самое. Я работал, мне не понравилось. Своему диплому машиностроительного факультета он искал применение на заводе, только понял, что творческую натуру кодифицировать не нужно. С полтора года я боролся, 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 боролся самим собой. Коллектив был великолепный, зато вот только ради коллектива. Очень хорошие люди, хоть и на порядок возрастом превосходящие меня, но очень понимающие люди, и я их понимал. Может, на пилоне брутальный Алекс и будоражит фантазии девушек, только сам он уверен в том, что привлекательности человеку добавляют ум и интеллект. Так что не стоит путать гибкость с легкомысленностью. Если кто-то не верит, пусть приходит, мы покажем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!